Всем здарова, народ! С вами Снуя Медрик, и что ж, мы продолжаем карьеру за Илью Давыдова. Вот так вот, продолжаем карьеру за игрока, и вы много-много пиздали, почему Илья не забивает, почему он только раздает передачи. Первая причина, это потому что сложно. Реально сложно играть за Илью, и вы должны это понимать. И перед тем, как мы продолжим, я хочу порекомендовать вам отличный онлайновый футбольный менеджер. Футбольный менеджер — это футбольный мир, где проходят соревнования, аналогичные реальным. Реальные клубы и игроки. В отличие от FIFA, здесь не нужно управлять игрой кнопками непосредственно во время матча, а заявка на игру шлется заранее. То есть вы, как тренер, даете установку, а потом матч можно посмотреть в виде анимации. Ну и все, что присуще футболу, трансфер игроков, прокачка тренировкой, строительство инфраструктуры и так далее, здесь все есть. Гранда сразу никто не дадут, тем не менее, система очень справедливая, каждый может рассчитывать на то, что будет тренировать какого-нибудь гранда, какой-нибудь топ-клуб. В отличие от оффлайн-менеджера, здесь все онлайн, и игра происходит с реальными людьми. Здесь можно играть бесплатно, при этом это самый навороченный проект в Рунете. Кроме того, у них принципиально нет рекламы и баннеров на сайте, также у них практически единственных в сети есть анимация матчей. Еще есть свое приложение под Android, ставьте. Все это сопровождается оперативной техподдержкой, админы практически живут на этом проекте. Живой форум, причем он позиционируется вообще как ресурс в футболе, а не только о проекте. Поэтому можно сказать, что среди фут-менеджеров у них самое активное и большое общение и целое сообщество любителей футбола. Проект стабильно существует с 2006 года, поэтому переходи по ссылочке в описании и начинай играть. Ну и что ж, сезон стартует, МЛС стартует и, ребятки, эта лига полна на сюрпризы. Да, 12 команд в этой лиге, Колорадо, Даллас, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес Галакси и также из Сиэтл. В общем, из лидеров могу отметить сейчас западные именно конференции, Миннесота и Сиэтл. Ну и еще многие ставят на Лос-Анджелес. Кстати, действительно, Лос-Анджелес является лидером вообще западной конференции сейчас в жизни, в реальной. И я посмотрел несколько матчей МЛС. Это что-то с чем-то, это просто вынос мозга, а не реально как будто в шоу каком-то. Это очень забористые матчи, действительно забористые. И если вы никогда не видели МЛС, советую посмотреть один из матчей, какой-нибудь там Лос-Анджелес против Лос-Анджелес Галакси, либо Лос-Анджелес против Миннесоты. Это реально вынос мозга. Это шоу. То, что вы видите в НХЛ, перенесено просто на футбольное поле. Здесь называется это Сокер, то есть не футбол, как мы называем. Это Сокер. Я вас постепенно буду знакомить с этой лигой. В Восточной конференции здесь тоже все легко и просто. Здесь всегда был лидером Нью-Йорк. Ну, вроде как говорят, что Нью-Йорк. Да. Но у меня также еще знакомы в комментариях с этой лигой. Так что, ребята, тоже пишите свои комментарии. Кстати, в Орландо Сити играл в свое время КК. По-моему, да, это в Орландо было. Думаю, кто-то помнит этого футболиста, кто-то не помнит. Но кто помнит, пишите в комментариях об этом. Мне интересно, кто такой же старпер, как я, и помнит КК. Еще и Роналду был, но он не играл все-таки в МЛС. Но в КК успел поиграть вместе с Дэвидом Бэкхэмом. Ну, не вместе, а именно успели поиграть эти два знаменитых игрока. Ну и что ж, трансферное окно. Трансферное окно заканчивается. И я думаю, что никого не купят. Я считаю, что здесь бессмысленно уже на что-то ставить. Никого не купит наш клуб. Хотя бы давайте посмотрим все-таки на трансферы. Может, кого-то все-таки купили. О, Вилалба уходит в итоге из Атланты Юнайтед. И кого в итоге наша команда покупает. Никого, походу, никто ничего не купил. Да, наша команда никого не покупает. Но, может быть, еще есть время на покупки. Может, прямо на конце, на исходе трансферного окна кого-то докупят. Никого. Ну все, трансферов больше не будет. Вот так вот. Ну и все, трансферное окно закончено. Вряд ли меня сейчас в аренду отдадут. Так что, либо будут меня мусолить. Точнее, не меня, а Давыдова будут мусолить в составе. Либо будут выпускать. Посмотрим. 20 лет уже, кстати, Давыдову. И отметим то, что у него был день рождения как раз 24-го числа, когда, ребята, шло трансферное окно. Вот. 24-го января он успел отпраздновать его. Ну, хоть не на футбольном поле. Что там по другим лигам? Мне даже интересно посмотреть. АПЛ. А что, 0 очков-то? А как же симуляция игр-то? Ну, ну чё вы так не продумали? МЛС-то стартанул. Могли бы просимулировать и сезончик там, в другой лиге. Ну что, первый матч. Первый матч. И вот они, последующие 4 игры. И из этих 4 игры мы должны забить минимум 1 мяч. Причём, про голевые пасты ничего не сказано. Играем по ходу мы форварда. Да. Как бы я не хотел играть. На фланге ставят форварда. Но тренер. Есть тренер. Ну что ж, выходим играть против спортинга. О, именно так называется эта команда. Ну и, ребятки, Давыдов. Давыдов сегодня в основе. И состав совсем не меняется. А в чём проблема? Чё, у нас нет других исполнителей, что ли? Ну ладно, выходим на поле. Я очень надеюсь, что что-то доизменится. И, кстати, я уровень опять не поменял. Ладно, в эту встречу мы поиграем на легендарном. Вот и стартует МЛС с этой замечательной музыкой. Лос-Анджелес против спортинга. Вот так вот. Ну, наш состав вы видите сами, ребята. Сэммерман, Бассел. Я не думал, что у нас реально такие плохие игроки. Ну, именно Бассел, да и справа Блэкман. Почему не поставить за стоящую основу? Там по-любому есть запасик кто-то. И вот состав спортинга Канзас-Сити. Эрик Дик в воротах. Отмечу также ребята Смита. Я знаком с составом Канзас-Сити, именно спортинга. Ну и в атаке Руссел. Один из самых интересных чуваков. Ну и все. Все, пожалуй. Ну и еще будет Ерос. Выходим на поле. Сегодня будет прикольная игра. Очень надеюсь, что не скучная. Ну, а наш состав вы все знаете и видели 10 раз. Я еще и в начале сейчас встречи показал вам его. Освежил, так сказать, память вам. Сегодня Давыдов выходит в основе. Сегодня на него реально возлагают надежды. Сегодня ждут от него классные игры. И действительно, стадион-то заполнен. Играем дома. При родных трибунах. Можно сказать, это дебют за взрослую команду. О-о-о-о! Ребята, на первых минутах пропускаем такую плюху. Это неждан. Да. Ну, нужно отыгрываться. Что? Будет розыгрыш какой-то, нет? На перевод на фланг от Давыдова. Блэкман. И в центр на Вэллу. Вэлла! 1-1. 1-1. Сравниваем счет в этой встрече. Голевая передача от Давыдова снова. Действительно, Вэлла и Давыдов. Такой тандемчик получается. И посмотрите, момент-то какой получился классный. И Давыдов увидел Вэллу набегающего. Дал на него передачу. И тот не имел права промахнуться. Ну, капитанище. Капитанище наше. Капитанище наше. Действительно, Вэлла. Это пятая голевая завершила карьеру во взрослом футболе Давыдова. Пятая голевая. Пока что голевая раздает Давыдов. Но до голов так и не дошло. Блин, один мяч надо забить за эти четыре матча. Один. Как его забить? Хрен знает. Гутерес. И Весел сыграл вроде хорошо. И тут же плохо. В общем, пока что 1-1. И даже неплохо для нас. Потому что игры так таковой я не вижу сегодня. Ну что ж, первый план закончен. Счет на табло. Видите сами. 1-1. Ну да. Да. Если бы не Давыдов и его передачи, вряд ли бы что-то вообще получилось. Но так. 1-1. Неплохо все равно. Могли и пропускать, кстати. Просто соперник не очень хорошо разобрался там в одном моменте. Следующая игра будет с Портландом. Там будет совсем уж тяжко. Нас могут там прибить. Как муку. Так что не знаю даже, где будет легче. Все встречи тяжелые. Если сейчас мы с Канзас-Сити таким образом рубимся. Я не знаю, что будет дальше. Джерса. Передача в центр. Удар. И ворота в свои же забивает. Наш вратарь. И немец. Немец. Просто берет и убивает. Убивает эту встречу. Посмотрите. Удар-то был слабый. Удар реально был слабый. Извините на этот момент. Отбил вратарь в свои ворота. Это чисто вратарская ошибка. И не меньше. Да. Ничего это такое вообще. Кристиан забивает. Второй мяч, кстати, уже забил. То есть сегодня у него дубль. И в итоге мы, ребят, проигрываем. Вот с таким вот неприличным счетом 2-1. Я надеялся, что хотя бы ничейку-то мы сегодня добудем. И вот передача пошла на Давыдова. Давыдов. Слишком много народу вокруг него. На Вэллу пасует. Или на Росси. На Росси пошла передача. Но Росси не разобрался. Потому что он не настоящий форвард. Чтобы разобраться в том моменте. И по сути форварда там у нас нет. Я вообще создавал УФА. Выход 1-1 у Давыдова. Давыдов. Давыдов сам. В центре дает. Ну забивай. Росси. Иди сюда. Я тебя обниму. Пришлось отдать, ребят, передачку. Потому что по-другому никак. Ну слишком острый угол был для удара. И я решил не пожадничать, а отдать. И действительно это сработало. И Росси делает счет 2-2. Да. Ну что. Диего Росси. Первый мяч в МЛС. И сейчас 2-2. Все-таки спасли ничью. Я не думаю, что мы сегодня должны были победить. У нас в том моменте толку не было. По сути. Но Давыдов две голевые смог заработать на сегодняшнюю игру. Это хорошо. Но нужны голы на самом деле. И голов развития не будет вообще на его позиции. Я привык смещаться на фланг. Я привык играть реально ЛФА. И то, что сейчас мне пытаются тут настроить, что я должен играть форвардом, мне это не устраивает. Блин, можно как-то поменять позиции? Нет? Ну совсем не нравится мне позиция ЛФД. Господи. 2019 год на дворе. ФИФА 2020. А до сих пор нет выбора позиции ЛФА. Что за бред? Называется. Хотел создать ЛФА. Хорошая передача в центр. И КАЕ подхватывает мяч. Забивай! Да! Это 3-2. КАЕ просто взял, протащил мяч и сделал счет 3-2. Что-то невероятное происходит сейчас на стадионе. Офигеть! Это КАЕ. Ну посмотрите, как он там классно протащил мяч. Сейчас увидите. Это что-то реально крутое сотворил КАЕ. Тут Давыдов пытался что-то сделать нормальное. У него ничего не получалось. Но КАЕ побежал. Побежал сам. Прокинул себе мяч и пробил очень точнехонько в угол. Марк Энтони КАЕ. Да, я знаю, что скорее всего его фамилия произносится как КАЕ или КЭЙ. А я буду называть его КАЕ. Как надо чисто локальный мем будет теперь. Ну и ребята победа. Выцарпали победу благодаря усилиям наших игроков. Усилиям Давыдова и нападения. И плюс еще КАЕ классно себя проявил. Да, жалко, что не смогли забить. Ну и не было возможности даже для удара. Я предпочтил просто отдать передачу. Надеюсь, ребята, вы не будете хейтить меня за это в комментариях. Ну а так, две голевых. И очередные тренировочки заканчиваются вот таким вот образом. Ну что ж, впереди матч у нас с Портландом. Здесь снова Давыдов в основе. И сейчас я хочу посмотреть на центр состава. Что у нас вообще по составам тут есть. Какие вообще игроки существуют. Чтобы знать, что вообще происходит в составе. Вэлла снизился в рейтинге. На один убавил. Это плохо. Циммерман, Росси. Форвард есть, и место один. Но пока предпочитают Давыдова ставить. Да, кстати, ПЗ действительно нормальных нет. Кроме вот этого Стевана. И то его не ставят. Предпочитают другого. Предпочитают Блэкмана. Который молодой и перспективный. Типа перспективный. Также есть ЦП в Басл. То есть его ставят в основном. Но вообще среди ЦП есть не только КЕ. КЕ можно было на ЦП поставить. А на ЦАП, например, поставить Блессинга. Либо еще кого-нибудь. Ну, в общем, парни-то неплохие играют в составе. Ну, ладно, ребята. Что ж, в стартовом составе сегодня против Портленда. И обязательно нужно сейчас обратно вернуть уровень ультимейт. Сейчас вернем в настройках общих. Но я рад, что первая победа вот таким образом добыта. Это круто. Ну и матч с Портлендом. Что ж, приступаем к встрече. Сегодня, я надеюсь, Давыдов наконец-то забьет. Очередной тур МЛС Лиги. Приветствую вас. Портленд Лос-Анджелес. Либо Лос-Анджелес Портленд. Опять мы играем дома сегодня. Вот этим замечательным мячом. И, ребята, приступаем к встрече. Сегодня тяжелая игра будет. Портленд может нам задать жару. И вообще, конечно, прошлый матч, можно сказать, что отскочили. Либо просто на мастерстве игроков вывезли. Даже так. Подача пошла. И Блэкман снимает мяч с головы. И Вэлла тут один. Но бежит там Давыдов. Бежит. Бежит, как миленький. Блин, поздно. Поздно среагировали. И пытались отдать передачу. Все уже в офсаде находились. Хорошо. И Давыдов тут один. Нет, не один. Вэлла. На Давыдова. Давыдов. О, плохой удар получается. Ну, хотя бы что-то. Ой, Давыдов хорошо сыграл. Скинул на Вэллу. Вэлла. Ну, на Давыдова обратно. Удар Давыдову. И опять это плохой удар. И в принципе-то разыграли неплохо. Но с ударами нужно поработать. Давыдов. Центр отпасовывает. Сам пытается открыться. И хорошая передача получается. Давыдов. Хороший удар получился у Давыдова. Но и добивания не получилось у Роси. И надо было лучше, чтобы мяч ушел за боковую. Роси-то зачем пробивал? В итоге мяч в момент Давыдова не показали. Но увидели все сами, ребята. Классно разыграли там. Давыдов пробил хорошо. Мог лучше пробивать. Но уже что-то. Понимаете, уже удары пошли. Постепенно прибавляет Давыдов. Илюхе нужно забивать. Илюхе нужно забивать. Это каждый понимает сейчас. И старый млад. И момент. Ну уже один на миллион. Хорошо получилось, но не забил. Блин, реально хорошо получилось. Сейчас бы в девятку заколотил потрясающий мяч. А так он даже в тренер показывает. Но загрудить чуть левее. Забивай Давыдов. Мы стали играть как форвард. Настоящий форвард. Надеюсь, сейчас голы попросят. Удар. И первый, кстати, опасный момент. Возле наших ворот. И вратарь. Спас. Давыдов. На фланге. В центр дает. И пробивать нужно. Пока есть возможность. И действительно получается это сделать. Опять голевая. Опять голевая в исполнении Давыдова. И хороший классный удар Роси. Но когда Давыдов научится бить сам, тогда уже, наверное, стоит, ребята, и забивать. Ну а так хорошо получилось. А далее в центр на пятак. И забил Роси. Потрясающий мяч в ворота. Второй мяч в МЛС. Роси. Второй мяч уже. Забивает. Давыдов с мячом. Пытается отпасовать, конечно же, кому-нибудь из игроков. И в принципе у него что-то получается. И вот момент. Вэлла. Дальше. И... 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 Давыдов. Давыдов. Сам. Набивание. Гоу! Вэлла. Забивает. Ну и Давыдов там пробил классно. Да. Я хотел отдать пас, в принципе. Потом уже перейдем. Не знаю, ребят. Пишите свои варианты в комментариях. Ну мне что-то даже нравится стало в МЛС находиться. Прикольно. Прикольно. Своя атмосфера, так сказать. И... Момент. Будет, не будет, не будет. Момент сейчас. Бланко. Хорошо. Хорошо сыграли. Ставит корпус Давыдов. Один совершенно находится сейчас. Давыдов. На Давыдова тут передача пошла. А Давыдов-то выдохся уже. Ну и все. Встреча закончена. Мы без сил уходим с газона. Да. Давыдов хорошо проявил себя в этой встрече. 8.1, по-моему. Или 8.0 получил оценку. Нет. 7.9. Ошибся. Ну что. Неплохая встреча получилась. Вэлла лучший игрок встречи. 8.1. Росси 8.0. Давыдов 7.9. То есть линия атаки сыграла очень хорошо. Ну а линия защиты сыграла на среднем уровне. Даже выше среднего. Ну и так вот, ребят, прокачивается Давыдов. Постепенно прибавляется сила, завершение и позицию. Качаем. Что ж. 4 голевых передачи за 2 игры. Это очень хороший результат. Но впереди у нас матч с очень серьезным соперником. С Нью-Йорком. Да. Кстати, там дальше игры идут и игры в сборных. Но я не думаю, что Давыдова вызовут в сборную. Совсем будет странно. Ох, календарь-то какой насыщенный. Там еще и трансфер на окно. То есть, по сути, да, мы начинаем с января 2019 года. Вот так вот. Ну ладно, ребята. Что ж. Нью-Йорк впереди. На этот матч по традиции Илья выйдет предельно настроенным. И посмотрите на нашего вратаря. 56 рейтинга. Только сейчас заметил. Блин. Я же видел еще людей, которые писали что-то про вратаря в комментариях. Ааа. Действительно 56 рейтинга. Как столько команды вообще что-либо брать? Ну что? Ждем лет и переходим? Если вдруг сможем заявить о себе и кто-то возьмет Давыдова. Но пока, ребята, сложно. Сложно. Совсем сложно. Нью-Йорк. Лос-Анджелес. Встречаются эти два города. Можно сказать именно так. Да, матч будет сегодня, ребята, захватывающим. Состав у Нью-Йорка в несколько раз сильнее, чем наш. И все это знают. Так что нужно сейчас показать свою хорошую игру. Ни в коем, ребята, в случае не расслабляться и даже если забьем, идти только вперед. Я не уверен, что мы сегодня забьем вообще. Вэлла. На Давыдова. Давыдов. Хорошо прокидывай себе мяч. Отпасовывает центр. Вэлла. Ну. Центр на Давыдова. Ааа. Но нарушение правил нет. Нет. Давыдов, оказывается, нырнул, по мнению судьи. Ну что, жестковато. Жестковато, но справедливо, наверное. Моралиш. В центр. Удар. Хорошо сыграл наш голкипер. Какие-то глупые передачи идут. Что за дела-то вообще? Где нормальные передачи? Где обостряющие передачи? Мы зажались просто в своей зоне. Всем не устраивает играть против Нью-Йорка. Ну, вообще ничего не дает сделать Давыдову, потому что на него мяч даже не попадает. Давыдов сегодня без мяча ходит. Ходом придется как Миллионель и Месси действовать. То есть ниже опускаться. О, ну наконец-то что-то было сейчас, но в итоге передачи не получилось, что закрывает. Единственное у Давыдова и это хреново. Ну, вы видели сами, к чему все привело. Моралиш забил и все. Ну, не было ни центра, ничего не было. Посмотрите. Совсем пустота какая-то. Да, Моралиш ворвался и забивает. 1-0 в пользу Нью-Йорка. Ну, сейчас, я надеюсь, вы встрепенетесь, начнете играть. Что вы делаете? Вы что катаете-то друг к другу? Обострение-то где? В итоге в рейтинг, блин, снижает. То, что я бегаю за этим мячом. То, что эти парни ничего совсем не делают. Держите позицию. Как держать позицию, если мне днари играют? В прошлые два матча мы реально старались. Пахали. В этом матче мы катаем какую-то хрень. Может, начнем играть, а? Ну, Вэлла, ну дай обострящую передачу. Что это называется обострящая передача от тебя? У меня зната припекает весь матч. Мы реально назад отпасовываем. Посмотрите, ну, что это такое? Вы что делаете-то? Ну, что вы творите? У нас нет высоких игроков на втором этаже. Давайте разыграем лучше. Там волну пускают зрители Нью-Йорка. Ну, разыграйте лучше под удар Давыдову, Давыдов. Кстати, удар бы в створ был. Силу удара прокачали чуть-чуть. Ну, сейчас грех, наверное, не забить. Давыдов закидывает. Удар Росси. Там офсайд. Ладно. Уже более-менее что-то начали показывать, похожее на игру. Докатали какую-то хрень. Которую половине. Из последних сил Давыдов уже бегает. Уже совсем нет сил. Все. Ну, я реально выкладывался по полной программе в этом матче. Я спускался ниже, забирал этот мяч. Пытался что-то створить. Но команда сегодня просто совсем не бежит. Устали, что ли. Я больше не знаю, как это назвать. Еще и второй пропускают. И все. По делу, наверное, проигрывали. Самой сильной команде. Ну что, счет на Дабло 2-0. Хейбер забивает. Либо Эйбер. Или как-то так его фамилия считается. Что могу сказать? Ну, Давыдов еще заменяют. Ну, все. Все. Пожалуй, 2-0 это походу все. Да, игра в дождь. Нам прокачали навыки. Ура. Так, ну и все, ребят. На этом все. Кстати, победили, проиграли. Проиграли по-любому. Но с каким счетом? Только вопрос. 2-0 так и проиграли. Впереди спаренные матчи. Сэлт Лейк и Сан-Хосе. Дэм. Тут сложновато. Что там по конференциям? На первом месте Динамо Хьюстон идет? Ммм. Бану на что? Очередные тренировочки прошли. Ну все, ребят. На этом точно все. С вами был Мэдрик. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Тысяча лайков. Новый выпуск. Не забывайте. Не забывайте ставить лайки. И самое важное. Не забывайте, ребята. Что полторы тысячи лайков. Это три матча в выпуске. Ну и еще. Делитесь видео с друзьями. Оставляйте свои комментарии. И помните, что в футбол играет все-таки один из человека. Не один. И поэтому, если команда не тащит. И команда не идет вперед. Я один ничего впереди не сделаю. Такая прописная истина. На этой ноте мы заканчиваем серию. Первые два матча были просто классные. Последний, ну провал. Но надеюсь, что Илья будет играть лучше. Илья постепенно прокачивается. Рейтинга становится больше. А значит и он становится как футболист лучше. В общем, с вами был Мэдрик. Всем пока. И до скорых встреч, друзья. Играйте в футбол. И любите эту игру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok